Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студия Александра Гамоля, добрые ранницы. Сегодня у Гомеля распочнется 12-е посаджение Межурадовой Белорусско-Казахстанской комиссии по гандлево-экономичным супрацовнестве. Як плануется у делу мероприемствия, приме перший наместник премьер-министра Республики Беларусь Василь Матюшевский. Подчас форума буде подписаны шерах двубаковых документов. Подробязни об гэты мы расскажем у наших наступных выпусках. Господарки Гомельской области приступили до сдачи сбожа нового ураджая улик держзаказу. До места у заховывания уже доставлено больше 18 тысяч тонн сбожа. Гэта 13% до задания. На сегодня лидером по поставках сарот районов является Калинковицкий, где держзаказ выкананы на 45%. Далее, где Добружский, там задание выкананы на 26%. На третий месяц Гомельский район с процентным покашеком 22%. Наибольша акты у Назара свядится продаж житой пшаницы. На элеваторы поступили так само первые парты ауса. Работаем мы круглосуточно. Машины у нас поступают круглосуточно, днем и ночью без остановок. Лаборатория отбирает образец, производит анализ и дает нам заключение, какой класс пшеницы, сухая, сырая. И по распоряжению лаборатории мы уже загружаем все лоса. Зерно соответствует качеству. В основном идет сухое, с хорошим качеством. В околе селит аграрии Гомельской области повинны поставить 145 тысяч тонн сбожжа. З их 65 тысяч тонн пшаницы и 55 тысяч тонн жито. И уже сегодня, оценивавши прогнозы специалистов, бачено, что эта задача для региона выканальная. По оперативных дадениях, зараз убрано, например, на четверть площадь сбожжевых. Хваловый сбор складает больше, как 240 тысяч тонн при среднем уроджайности, свыше 29 центнеров с гектара. Я надо решить больше, как на 7 центнеров с гектара высшейшая за минулогоднюю. 101 человек зарегистрировался в Гомельской области в якости наглядальника на выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. Это члены политических партий, громадских организаций, так само представники працовных коллективов. Тем часом на Гомельщине протягивается сбор подписов в поддержку потенциальных кандидатов депутаты. Как отзначили в областной выборчей комиссии, селита инициативной группы больше активно користаются макшимостью сбору подписов на пикетах, чем это было на минулих выборах. Покинуть свою подпису в поддержку кандидата у депутаты, может гражданин, якому исполнилось 18 годов. У подписный лист уносятся его прозвище, имя, имя по-батьку, день, месяц и год народжения, докладный адрес, серый и номер пашпорта. А кроме подпису, повинна быть указана дата его неосенняя. Один и той же человек мая право покинуть свой подпис за разных кандидатов, але только один раз за кожного. Протягивается и вылучение працовными коллективами кандидатов депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь. Черговая конференция отбылася на Гомельском заводе «Литя и Нармалев». У делу Ёй приняли коля 180 представников працовного коллективу. Разглядалось о пытании об вылучении кандидата у депутаты Виталя Шилова. Ён мая две высшейшие аддукации по правознавстве и маркетингу. Пройшов навучание у аспирантуры. Четырых годы отдав службе у органах внутренних справ. На заводе «Литя и Нармалев» почав працаваць у 2007-м годзе. Пройшов шлях адвядушага экономиста до намесника директора пайдологичной работе и кераванні персоналам. Па час конференции шлены коллективу мели махчымасть выказаць свое меркавання об здольнастях Виталя Шилова як потенциального депутата і прагласаваць. Па выніка конференции яе удзельнікі дали высокую аценку свайму калегу і патрымалі яго кандыдатору. Шилова Виталя Петровича знаю я уже давно. Работал он в разных должностях на заводе. Кстати, недавно он был избран і участвував в 5-м собраний всенародном белорусском. Поэтому і весь колектив завода, і профсоюзний комітет завода считаю, що це достойна кандидатура. Работа депутацького корпуса не обмежувається тільки законотворчим процесам. У своєї выборчай окрузі депутаць устрікається з жихарами, здаєміться з їх пропановами і проблемами. У выніку ворошення знаходять питання як конкретних громадян, так і целых населенных пунктів. Про цяг темы – у наступному сюжеті. Газифікація агрогорадка Козловка у Светлогорськім районі – падія довго чаканая. Життя від даунію мару жихару допомагла депутат Палаты працівників Национального сходу Республіки Беларусь Галіна Філіповіч. Вязковці кажуть, зараз їх життя стане не просто зручным, але і саправдой сучасным. Починалося ще з 2010 року, коли сказали, що будуть вложити газопровод в Паричі, газифіціювати больші ці доми трохотажні, щоб не підвозити газ. І в 2014 році у нас вже вложився газопровод з Светлогорська до Парич, і у нас 21 февраля було собрання, создали кооператив. І ось почалися заявлення від людей. Усягу газ буде підведений до 76 домів, у яких проживає прикладнополова насельництва агрогородка Козловка. Чекається, що усі необхідні роботи завершить у жніюні, а вже у вересні буде підключено газове обсталявання у домах. Яші один приклад депутатської допомоги у Чирковецькій середній школі і міста Фановського. Тут довгий час в остро стояло питання заміны оконних блоків. У осенній-зимовий період у особних класах температура складала усяго 12 градусів. Заміна оконних блоків була пероочередною задачою. І, звісно, назрела необхідність обратитися к депутату Палату представителей, Філипповичу Галіне Васильевне. І спасіба їй. Вона дала запрос управлінню образовання. Гомельського обласполкома нам були выделені средства для заміны оконних блоків во всіх учебних кабінетах. Велика увага надається і розвиттю молодежних ініціатив. На один з прийомів до депутата Палаты представників національного сходу Республіки Беларусь Галіна Філиппович прийшла група школьників. Подлітки виказали пропонаву об створенні у Светлогорську пляцовки для ролерів, скейтбордистів і велосипедистів БМХ. Не пройшло і двох тодні, як у райцентр приступили до реалізації молодежного проєкта. А пробувати спортивну пляцовку усі жадаючі змогли уже у День Города. У вересні минулого року. Тут і показуєш фінты, все красоту, все смотрят, все наблюдають, всім нравится. Я ездив в Речицю, ездив в Гомель, ездив в Мозрі. Площадка по такому, лучше сделана здесь. В Речі це те, що там велике сделана, але, конечно, хорошо для скейтбори, для скейтов. Это нормально учиться. Но здесь для начала самое лучшее. Особливо тут шматлюдно у вечери. Молодь с користью проводить вольний час, а головная популяризує серед одногодков спорт і здоровий лад життя. Дмитрий Котов, Марина Северянова, Валерий Гапанько, телередую компані «Гомель», Светлогорський район. Выники службовой дейности супрацовника Гомельской мытні за першая па угодзе 2016 года были подведены областным центры. На протягу шести месяцев головная увага была сконцентрована на удосконаленні мытного контролю. У першую чаргу гэта тышыцца пытання у напаўняльнасті бюджету за кошт мытных платяжоў, а таксама барадьбы со злачыннастю і администраційными правопарушэннями. За першая шесть месяцев года сабрано больше як 5 трыльйонов недымінованных рублёў. У середнім на одного супрацовника прыходіцца 7 мільярдов платяжоў. За першая па угодзе выявлено больше як 1600 администраційных правопарушэнняў. Узбуджано 29 крымінальных справ. Амалюси Яны звязаны з незаконным перемешэнням наркотышных сродков і зброўи. Отнашались атаксама факты ухтиления од уплаты мытных платяжоў ў буйным померы. Мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что через границу незаконно перемещаются лекарственные средства, содержащие в своўом составе психотропные вещества. И в последнее время мы отмечаем увеличение количества случаев недекларирования товаров физическими лицами при перемещении через границу. Пачас ходу особистага составу гомельской мытні супрацовнікі, які досягнули поспіха ў выкананні своіх службовых обавязкав, отрымалі дыпломы і падзякі ад кераўніцтва. У Гомель распачався сізон школьных кермашоў. До новага навучальнага года обласным центры будуть працаваць три основная гандлёвая пляцовкі. Дзве з их ўжо адкрыты для пакупніков. Пастоянна дзеючая школьные кермашы працуюць каля крытага павільйона центраўнага рынку і гандлёвага дома Рэчыцкі. Ту дзіцяшую вопротку абутак і канцелярскія товары ў широкім асортыменте можна набыць дача свёртага верасня. Пакупнікам прапануюць дзеловэе і спартывныя костюмы разнастайной каляровай гаммы і фасонов для ўсіх узроставыў груп школьніков. Причым набыць іх на школьных кермашах можна пазніжаных ценах. Скидки прапануюць не толькі дзержавны гандлёвы і організація, але і індивідуальныя прадпрымальнікі. В період школьной ярмарки мы делаем скидки в этом году. Для многодетных семей 20% скидки, а кто берёт более двух единиц товара, то 10% скидки у нас идёт. Это наш беларуский товар, он не уступает зарубежным товарам. Размерчики все присутствуют, поэтому приглашаем покупателей за товаром одевать своих ребят, готовить к школе, то есть у нас есть, что предложить. На данный момент нам предоставили поставщики очень хороший выбор товара. Самый ж буйный школьный кермаш будзе працаваць па выходных, пачынаюшыз шостага жнивня на площы паустанне. Протягываем выпуску Беларусі обмежавана купання на водаёмах 23 зонат пачынку. Про гэта поведамяли у Республиканским центры гигиены, эпидемиологии и громадського здоровья. У приватности купання дятей и дорослых обмежавана на трёх водаёмах Гомельской в области. Говорка идзе про пляжи на возеры Камарына и на Дняпры у Рогачёве, а так сама Левобережа, Прыпятия до автомобильного моста до Рэчыша-Мерлявицы у Мазыры. А кроме того, у двух зонах от Пачынку у Гомеля обмежавана купання дятей. Гэта пляжа Каскад-1 и Каскад-2. Оранжевые узлови небеспеки обвешаны на сёдня у регионе. По дадзеных областного гидрометроцентра у день местами пройдут моцные дажи. У особных районах на больнице ветер полночный с переходом на полднево-заходне 6,11, местами порывы до 15-18 метров за секунду. Температура поветра у день складе до 20 градусов. Опадки прогнозуются и на протягу наступных дзен. Але температура поветра пачне поступово повышаться. У пятницу шакается до 25 градусов, у субботу – до 27. И до новинов культурного життя. Скульптура гомельского майстра Сергея Партянкова удостойна престижной французской премии Тейлора. Яна уручается, что год у двух на керунках мастацтва – живопис и скульптура. За Сергеем Партянковым сустреліся наши корреспонденты. Гомельчанец Сергей Партянков – скульптор-самовучка. На протягу 10 годов он створяет металличные скульптуры с деталями и механизмами. Первую строкозу Мастак сконструивал у 2006-м для Сябра. С тых часов его коллекция узросла до 25 работ. Началось все с того, что сделал для товарища строкозу на его газон. Строкоза у него долго его радовала. Вот на этом газоне хорошо смотрелось. Ну и я себе, не имея газона, но мне тоже захотелось иметь такую же строкозу, я сделал ее. Скульптура Сергея Партянкова – металличные рыбы, строкозы, жуки. Джон, Пол, Джордж, Рынга и Брайан – это и пять раз являются тезками знакомитой четверки из Ливерпуля и их продюсера. Битлз – это те же самые жуки. Кожная скульптура складается в сотнях разных элементов – запчасток автомобилей, мотоциклов, компьютеров, будзильников. Головные инструменты Мастака – это дрель и отвертка, не как из пайки. Все излучения должны быть живыми и рухаться, лечить майстер. Любого из персонажей Сергея может собрать и разобрать за несколько часов, что очень удобно при организации выставов. Так, после черговой экспозиции, фотографии работ Сергея Партянкова трапили в интернет. Там их увидели организаторы конкурса на премию Тейлора и сами запросили его до отдела. Скульптура, которая принесла перемогу – это Ураборос, скрученный в кольцо змей, который кусает себе за хвост. Наибольший распалсюдженный от лумачения символу – это бесконцы кругозворот життя и вечность. Премия Тейлора уручается, что год у двух на прамках мастатства – живопис и скульптура. Белорусский павильон был представлен у першиню. По умывах конкурса у Парижа работа должна быть с папирой и клеем. Тому Сергею довелось изробить копию металличной скульптуры. Процесс оказался складанным. По-первых, это совсем новый материал для маэстро. Отклавши инши справы, и он поспел все подрактовать за два месяца. По первого Урабороса привезли на самолете в апошный день приема работ. Але это не перешкодило ее стать первой парашени комиссии. Это было для меня, честно скажу, неожиданно даже, потому что это мир. Там участвовало более двух тысяч художников. Это все-таки какое-то, все-таки что-то значит. И когда мне это сообщили, конечно, я был рад, я был горд. И за себя, и за страну, потому что мы первые с Валентиной Шобой, которая получила в Белоруссии эту премию. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. И это была пошная информация о выпуске. Добрых вам новинов. Ну, заставайтесь на Беларусьчаттере. Редактор субтитров А.Семкин